О трусости словами детей. В областной филармонии состоялась долгожданная премьера спектакля «Трусохвостик» по мотивам произведения Сергея Михалкова. Постановка в жанре сказочный эксперимент экспериментально во всем. На сцене непрофессиональные актеры, воспитанники молодежного филармонического театра в возрасте от 4 до 25 лет. В качестве режиссера актер Ивановского драматического Евгения Семенов. Взрослые артисты берут профессионализмом, а чем же подкупают дети? Непосредственностью, своей чистотой какой-то. Знаете, актер, он относится, выходя там, да, более ответственно. Здесь как-то так непосредственно маленькие дети есть и средние. Ну, как-то вот выходят они, на них приятно смотреть, и тем более они еще выполняют ту задачу, которую я попытался там наметить, и мне кажется, они с этим справились. Сюжет развивается вокруг зайчика с говорящим именем Трусохвостик, который из боявшегося всего на свете существа превратился в настоящего героя. Лесные обитатели в исполнении малышей получились особенно трогательными и забавными. Ну, мне не стесняюсь, потому что я уже один раз была перед людьми. И тебе понравилось? Да. Хлопали? Да. На сцене минимум декораций, только стулья и белая ткань. От действия ничего не отвлекает. Костюмы актеров тоже образы набрасывают схематично. Подготовка шла пять месяцев. Здесь нет главных ролей, грубо говоря, здесь все главные. Вот в этом самом, мне кажется, здесь интерес. И по некоторым режиссерским задумкам тоже роль и образ представляются с новых ракурсов и в каких-то других формах. Раньше у воспитанников МФТ не было опыта работы в драматическом жанре, поэтому начинать пришлось с АЗОВ. Ну, вот быть актрисой сложно? Ну, да. Чем? Потому что всегда надо все делать правильно. Первоначально рассчитанный на детскую аудиторию спектакль заинтересовал взрослых. Теперь, после удачной премьеры, режиссер планирует показать трусохвостика на областном фестивале любительских театров в Вичуге. Руководство областной филармонии повторит спектакль, если увидит отклик от зрителей. Маленькие артисты ждут возможности еще раз показать, что трусливым быть не модно.